Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня я расскажу вам, что такое листовой перегной и где его можно набрать. Перед этим я снимала видео, что пора готовить грунт для рассады на будущий год. И вот этот листовой перегной я называла как один из компонентов, один из составляющих вот этого своего грунта. Сейчас я вот вам пришла на то место, где меня возит муж или сын, где я набираю листовой перегной. Некоторые пишут, что они набирают осенью листья, укладывают, потом в течение года их смачивают, они перегнивают. Так тоже можно делать, но это очень сложно. Можно найти в природе, набрать листовой перегной и не делая его сразу в готовом виде. Я вот специально вас сюда привезла, ну не вас привезла, а хочу показать. Смотрите, нужно выбрать лес, не хвойный именно, а лиственный, очень темный. Вы видите, что трава здесь не растет. Вот тут трава не растет, тут нет никакой растительности, и это очень легкий вариант набрать листовой перегной. Как это сделать? Я сейчас вам все покажу. Я просто-напросто отодвигаю верхний слой листьев, которые сухие и которые еще не перегнили. А под ними находится слой перегноя, который уже готов, уже перепревший, и который можно собрать. И вот под этим слоем, который крупиночками, уже находится черная земля, которая именно образовалась из листового перегноя. Я использую вот такую штучку, убираю листьев, осторожно верхний слой. Под ним находится вот именно вот этот вот листовой перегной. Видите, он как крупиночками, он такой... Они вот эти листики и палочки, они уже полузгнившие. И еще чуть-чуть, если ниже мы как крупиночки, то здесь вот эта самая черная земля, которая очень полезна, которая образовалась именно из листового перегноя. И можно немножко нагребсти кучку. Можете просеять сразу здесь, через сито. Можете набрать в таком виде, унести домой, там просеять. Сейчас я поближе поднесу, вам покажу. Ну вот это вот, именно рыхлая, черная, вот эта земля, это и есть листовой перегной. Это самый прекрасный материал, вот такой естественный, который в естественных условиях, под влиянием вот этой влаги, снега, дождей, перегнивает, перепревает. Тут нет никаких... Естественно, что здесь никогда не ступала нога огородника, нет никаких заболеваний. Жирный, но не животного происхождения. Некоторые не хотят животного происхождения, что там всякие, ну, отходы, животноводство. Вот именно такой листовой перегной, идеальный компонент для составления грунту. Единственное, что не увлекайтесь, глубоко туда не копайте. И после того, как вы взяли все это, листья назад возвращайте. Такие участки есть в любых районах. Выезжайте подальше за город. Любой вот такой вот лес, это вот именно листовой перегной. Еще можно набирать хвойный отпад, то же самое, убирать иголки. И там внизу вот эту коричневую, такую перепревшую, вот эту массу, естественным путем, которая перепрела. И тогда не нужно дома не замачивать эти листики, не ждать, когда они перегниют. Вот, это прекрасный компонент. Пожалуйста, черная земля, дерновая. Если у меня будет возможность, я покажу вам, как дерновую землю добывать. Вот этот листовой перегной. Чуть животного перегноя или компостного перегноя. Прекрасный брунт для рассадок. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это я вам показала, вот приехала собирать листовой перегной. Я вам показала, как я его делаю. Это самый хороший вариант, вот идеальный вариант. Если вы сможете съездить в лес и набрать листового перегноя, растения вам будут благодарны. Все. Субтитры создавал DimaTorzok